Сегодня исполнилось 152 года со дня основания города. Если говорить о столетней истории, то со дня обретения независимости город стал еще красивее. Построены новые здания, созданы условия для каждого жителя, от ребенка до пенсионеров. Качество социальных объектов также высокое. Значительно повысился уровень жизни населения. И сегодня Акима области, Ондас и Нуразалин и градоначальник Асхат Шахаров наблюдали за ходом ремонта жилья, строительства дорог, проверили качество проводимых работ. Вначале были проверены ход дорожно-ремонтных работ на улицах Саебак и Пожарского, на мосту по улице Азнаурыс. Оттаж обустройства системы поверхностного водоотвода по проспекту Алии Молдогуловой. Мы занимаемся установкой ливневок, лотков и железнодонных, для того, чтобы дождевые воды уходили именно сюда, каналы, и здесь аккумулировались. Здесь будет 50 метров лотков, именно ливневок, они называются накопители. Во время ливня и дождей будут здесь аккумулироваться, на дороге не будет, на асфальте не будет луж и воды. Вода уходит частично в землю и будет высасываться. Чтобы не создавать пробок, будет одно место, где всю воду машина будет собирать оттуда, с одного места, с одного колодца. Также ведется зеленение улицы Бакенбай-Батыра на площади 21 тысяча квадратных метров. Завершить обновление фасадов домов района Жилгородок он до сыну Розалин поручил до августа этого года. Как известно, в ОКТБ начата работа по инновации исторического района города. На первом этапе обновлению подлежат 32 дома, расположенные вдоль проспекта Победы. Предусмотрен ремонт кровли, инженерных сетей, фасадов, подъездов, благоустройство дворов, спортивных площадок, пешеходные зоны, восстановление малых архитектурных форм. При этом стоит задача сохранить исторический облик Жилгородка. Гарантия какая? Гарантия 2 года. Только 2 года? Нет, это подрядная. А в самом деле? А так, она 10-15 лет. Также в Экимобусе ознакомился с ходом благоустройства дворов многоэтажных жилых домов по улице Братьев Жубановых. Отметим, в текущем году в ОКТБ планируется заасфальтировать 230 дворов. В 200 дворах установят детские игровые комплексы. Берите в виду, за один день ничего не делается. Иногда там пишут всякую ерунду, там начинают возмущаться, говорят, что он не сделал, кто не сделал. В прошлом году очень большую работу провели, и в этом году продолжается. Ну вот мы благодарны. Вышли, вот мы жители района за сколько лет. Это вообще не верится нам. Спасибо большое. В прошлом году увидели здесь, как здорово, так привели порядок. Глава региона поручил ответственным лицам руководству города держать проекты по развитию города на особом контроле. Наша задача – создать максимально комфортные условия для жителей. В данном направлении реализуется большое количество масштабных проектов. Каждый из них должен быть исполнен качественно и срок, подчеркнул он до сыну Розалин. Владимир Федотов, Самат Каликенов, телеканал ОКТБ.